Всем привет! С вами Громакина Ярославна. Сегодня мы начинаем наш марафон по продвижению своей группы или личной страницы ВКонтакте с помощью социальной активности, а именно комментариев. Хочу еще раз напомнить, что всего существует именно ВКонтакте. Это пока на данный момент 4 вида социальной активности. Первое это у нас просмотры, просмотры вашего поста. Второе это лайки, третье это комментарии, четвертое это репосты. В принципе по тому уровню, как я их перечислила, высчитывается социальная активность умной ленты. То есть самая минимальная социальная активность это просмотры. Тот глазик, который мы видим, сколько человек посмотрели наши посты. Следующий уровень идет это лайки. Лайки это наши сердечки, которые нам ставят наши друзья и подписчики. Следующий уровень это комментарии. Комментарии ценятся гораздо важнее, чем просмотры и чем лайки. И самая большая благодарность от ваших подписчиков и друзей читателей это репост. Сегодняшней темой нашего марафона будет все-таки получение такой социальной активности, как комментарии. В свое время, когда только появлялась умная лента, когда люди поняли, что надо бороться за комментарии, очень хорошо действовали методы вопросов. То есть, например, пишут какой-то пост и в конце задают вопрос. Например, я никогда не мою гречку перед готовкой. «А вы?» И шли комментарии. Кому-то было интересно. «А что такое? Почему он не моет гречку?» «Да, я тоже никогда не мою и считаю, что не нужно мыть». И начинались такие большие баталии. Это все было хорошо. Это повышало ваш пост на ленте все выше и выше. Сейчас вот такие методы вопроса, они работают, но они работают гораздо хуже, чем это было изначально. Людям зачастую лень писать комментарии. Особенно длинные комментарии, легче нам поставить смайлик. И поэтому я хочу напомнить, что все-таки комментарием у нас считается не смайлик и не одно слово. Напишут «Классно!» Все, это не комментарий. Комментарии умная лента воспринимает. Это значит надпись от человека к вашему посту, который длиннее четырех слов. Четыре социальных активности длиннее четырех слов. Должен быть комментарий. Вот. И не смайлики. Четыре смайлика они не считают, что несколько комментариев. Так, хорошо. Поэтому сейчас вот такие посты с вопросом, они все равно работают. Если у вас есть преданные читатели, поклонники, фанаты, они, конечно, будут оставлять даже под вашими вопросами. Но именно сейчас, на данный момент, очень хорошо работают конкурсы. Конкурсы мы, в принципе, именно их будем изучать, будем выполнять. Какой у нас предстоит перечень работы. Я даю видео задание. Под ним будет ссылка на такой же, например, конкурс, который я проводила на своей странице. Либо проведу. Ну, в смысле, уже на данный момент будет проводить. То есть ссылка будет. Вы ее увидите, не надо копировать то, что там написано. Все дело в том, что умная лента, она очень хорошо оценивает уникальность. Если пост уникальный, то тот, кто написал его первым, его записи будут продвигать. Если вы его скопировали, вставили, все, контент, уникальность будет ноль. Зачем его продвигать? Пишите сами. На сегодня у нас будет такое задание. Вы все, наверное, видели, что в социальных сетях, ВКонтакте, в том же Вайбере бывают такие картинки с вопросом, загадки. Например, там несколько труп нарисовано, и емкости стоят и пишут, какая емкость наберется быстрее. А, Б, Ц, Д. Или что еще бывает? Бывают такие задачи, например, там ромашка плюс ромашка равно 20, ромашка плюс бабочка равно 40, сколько будет там то плюс то плюс то. Вы должны написать ответ. Сегодня задание будет такое. Выберите для себя какую-нибудь задачку, такую для конкурса. В интернете их очень много. Будет вообще супер классно, если вы эту задачку нарисуете сами в каком-нибудь фоторедакторе. Но я знаю, что не все сильные в фоторедакторах, поэтому можно будет, конечно, выбрать с интернета. Если вы выберете с интернета, ничего страшного. Главное, чтобы она была не заезженная, и не все знали на нее ответ. Выбираете. Вставляете, например, пишите что-то типа, дорогие мои друзья и подписчики, предлагаю вам поиграть в очень интересную игру. Отгадайте, сколько будет вот здесь, например, да, или что случится, если, ну, в зависимости от того, какая у вас картинка. Ну, вот, ваши, значит, подписчики, они или друзья, они будут оставлять комментарии, и не надо писать сразу ответ. Даже если самый первый комментатор написал правильный ответ, не надо писать, что он правильно написал. Пишите, о, это хороший вариант, послушаем, что скажут другие, допустим, да. Либо вы можете выкладывать, например, пост утром, а ответ на него давать вечером, если очень много комментариев набежало, и все же ждут ответ. Либо можете давать на следующий день, либо через день. Ну, как, в принципе, вы напишите, так и будем, да. Вот, сегодняшнее первое задание. Я предлагаю вам подобрать какую-то картинку с вопросом, задачку. Пусть она будет даже практически детской. Но не такой, чтобы ее знал каждый, чтобы люди все-таки подумали и писали. Не забывайте обязательно отвечать всем своим подписчикам и друзьям, кто оставил комментарий, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Сегодня у нас такое первое задание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok